Глава 5. Смерть везде, смерть во всем, ей подвластно все кругом. Шелли. Смерть. Это была одна из тех минут, когда сердце останавливается и кровь застывает в жилах. О намерениях своих преследователей путники могли судить только по их жестам, да по отрывочным возгласам, выдававшим ярость и разочарование. Ясно было, что часть их повернула обратно к крепости, и что, следовательно, хитрость с костром не удалась. Но это соображение отступало на второй план перед непосредственной опасностью, угрожавшей путникам, так как индейцы, двигавшиеся вниз по реке, могли открыть их с минуты на минуту. Эти мысли с необычайной ясностью, словно по наитию, промелькнули в голове у следопыта. Надо было принимать какое-то решение, а приняв его, действовать единодушно. Следопыт сделал знак Джасперу и обоим индейцам подойти поближе и шепотом обратился к ним со следующими словами. «Будьте наготове, будьте наготове. Этих дьяволов всего-навсего трое, тогда как нас пятеро мужчин, из коих четверым такие передряги не в новинку. Пресная вода. Ты возьмешь на себя того, кто раскрашен наподобие смерти. Чингачгук займется вожаком, а разящей стреле я поручаю самого молодого дикаря. Смотрите же, ничего не спутать. Было бы грешно всадить две пули в одного индейца, когда в опасности дочка нашего сержанта. Я буду держаться в резерве на случай, если появится новый гад или если у кого-нибудь из вас дрогнет рука. Не открывать огня, пока я не дам сигнала. Стрелять будем только в крайности, чтобы не всположить остальных злодеев. Они, конечно, где-то поблизости. «Джаспер, мой мальчик, при малейшем движении у нас в тылу сразу же выводи пирогу с сержантовой дочкой и греби к гарнизону, что есть силы. А вось Господь тебя не выдаст». Не успел следопыт отдать команду, как приближение индейцев потребовало от путников полной тишины. Ирокезы медленно шли по воде, стараясь держаться нависшего над водой кустарника. Но вдруг шорох листьев и потрескивание сущих под ногами возвестили, что по берегу идет другой отряд. На одной линии с первым и шаг в шаг с ним. Так как искусственные насаждения увеличивали расстояние до берега, оба отряда, только дойдя до них, увидели друг друга. Индейцы остановились и вступили в разговор буквально над головами у притаившихся путников. Ничто не защищало наших друзей от взоров неприятеля, за исключением листьев и веток, столь гибких, что они поддавались малейшему движению воздуха. Их в любую минуту могло развеять и унести сильным порывом ветра. К счастью, оба отряда краснокожих и в воде, и на земле глядели поверх листьев, смешавшихся в сплошной полог и не вызывавших у них подозрений. Быть может, самая смелость выдумки следопыта способствовала ее успеху. Разговаривали индейцы серьезно, приглушенными голосами, очевидно боясь непрошенных слушателей. Говорили на наречии, понятном как обоим индейцам, так и следопыту. Даже Джаспер уловил кое-что из этой беседы. «Река смыла след на Илле», – сказала из индейцев, стоявших в воде так близко от искусственной завесы, что его можно было бы ударить острогой, лежавшей в лодке Джаспера. Река смыла след так, что даже ингизская собака и та не учуяла бы его. «Преднолицей удрали в своих пирогах», – заявил индейец, стоявший на берегу. «Быть того не может. Ниже по реке их ожидают ружья наших воинов». Следопыт многозначительно переглянулся с Джаспером и, сжав зубы, затаил дыхание. «Пусть мои юноши смотрят зорко, словно у них орлиные глаза», – сказал старый воин, стоявший в реке. «Мы всю эту луну провели на военной тропе, а раздобыли один скальп. С бледнолицами девушка, а кое-кто из наших храбрецов нуждается в жене». По счастью, Мейбл этого не слышала. Джаспер уже нахмурился еще сильнее прежнего, и на щеках у него вспыхнула краска негодования. Разговор умолк. Слышно было, как ирокезы берегом пошли вперед, осторожно раздвигая ветки кустарника, и вскоре шаги их затихли в отдалении. Те же, что стояли в реке, все еще оглядывая берег, и глаза их, благодаря причудливой боевой раскраске, казались раскаленными углями. Минуты две-три спустя они тоже отправились дальше, условно нерешительно, и с заминкой, как люди, что-то потерявшие. Вот они миновали искусственный заслон, и следопыт уже раскрыл было рот, чтобы залиться тем ликующим беззвучным смехом, которым благословила его природа и привычка, но торжество его оказалось преждевременным. Дикарь, шедший позади, еще раз оглянулся и внезапно остановился, как вкопанный. Судя по его напряженной позе и пытливому взгляду, что-то в кустарнике привлекло его внимание. К счастью для притаившихся путников, воин, в котором пробудилось подозрение, был еще молод, и еще не завоевал доверие своих товарищей. Понимая, что юноши в его годы приличествуют скромность и почтительность, он как огня боялся насмешек и презрения, такие вызвала бы поднятая им ложная тревога. Поэтому он не стал звать товарищей, продолжавших свой путь по реке, а в одиночестве пошел к кустам, не сводясь с них словно зачарованного взгляда. Несколько листьев, обращенных в солнце, слегка поникли, и это незначительное отклонение от привычных законов природы сразу же привлекло внимание индейца. Чувства дикаря так искушены и обострены, в особенности на военной тропе, что ничтожные мелочи, казалось бы, не имеющие никакого значения, зачастую являются для него путеводной нитью. С другой стороны, именно незначительность замеченного им непорядка в природе помешала ему поделиться с товарищами своим открытием. Если он и в самом деле натолкнулся на что-то важное, пусть лучше никто не оспаривает его славы, в противном же случае он избежит насмешек, за которых так чувствителен молодой индейец. Впрочем, как и всякий лесной житель, юноша был на стороже в ожидании возможной опасности или засады и двигался осмотрительно и с оглядкой. Все эти многообразные колебания привели к тому, что молодой ирокез замешкался и, прежде чем он приблизился к кустам настолько, что мог дотянуться до них рукой, обе группы его товарищей ушли вперед на полсотни шагов. Несмотря на свое трудное положение, путники не сводили глаз с ирокеза, на лице которого отражалась борьба разноречивых чувств. Юношу прежде всего манили успех в деле, в котором даже старейшины племени потерпели неудачу и слава, какая редко выпадает столь незрелому воину, впервые вступившему на боевую тропу. Вместе с тем его одолевали сомнения, ибо поникшие листья, казалось, снова встрепенулись, освеженные дыханием ветерка. А в довершение всего прочего его не покидало опасение, нет ли со всем этим скрытой угрозы. Однако так незначительно было действие летнего зноя на лозы кустарника, наполовину погруженные в воду, что когда ирокез дотронулся до них рукой, ему показалось, что он обманулся в своих предположениях. Желая в этом удостовериться, он осторожно раздвинул ветви и ступил в укрытие, и тут его глазам предстали, подобно бездыханным изваяниям, спрятавшиеся за ним фигуры. Не успел индеец скрикнуть и отпрянуть назад, как Чингачгук занес руку, и тяжелый тамагавк обрушился на бритую голову врага. Ирокез только вскинул руки, зашатался, рухнул в воду, и поток подхватил его тело, убившееся в предсмертных судорогах. Деловар сделал, было героическую попытку вытащить Рокеза за руку в надежде раздобыть его скальп, но тут кровавую струю вместе с корчащейся жертвой закружило и унесло быстриной. Все это было делом одной минуты. События так быстро сменяли друг друга, что люди, менее знакомые с тактикой лесных сражений, чем следопыты его товарищей, не знали бы, что и предпринять. Нельзя терять ни секунды, ни громко, но с величайшей серьезностью заявил Джаспер, выдергивая из воды бутафорские кусты. Делайте то же, что и я, мастер Кэп, если хотите спасти племянницу, а вы, Мейбл, растянитесь во весь рост на дне пироги. Сделав это, он сразу схватился за нос лодки и по щиколотку в воде потащил ее вверх по течению, держась ближе к кустарнику и торопясь добраться до речной излучины, чтобы своевременно укрыться от неприятеля. Кэп сзади помогал ему. Вторая пирога, стоявшая у самого берега, должна была отойти следом. Деловар спрыгнул на узкую полоску берега и затерялся в лесу. На его обязанности лежало следить за неприятелем на этом участке военных действий. Тогда как разящая стрела сделал своему белому спутнику знак взяться за нос пироги и следовать за Джаспером. Но дойдя до излучины, следопыт почувствовал, что пирога вдруг стало легче и, оглянувшись, увидел позади Тускарора и его жены. У него сразу же мелькнула мысль об измене. Но нельзя было терять время, так как заунывный вопль, донесшийся снизу, возвестил яснее всяких слов, что труп молодого иракеза догнал его товарищей, спустившихся ниже по реке. Прогремел выстрел, и следопыт увидел, что Джаспер, обогнув излучину, пересекает реку, стоя на корме пироги, тогда как Кэп, сидя на носу, изо всех сил помогает ему грести. Достаточно взгляда, промелькнувшие мысли и решение принято. Такова повадка человека, искушенного в превратностях пограничной войны. Вскочив на корму своей пироги, следопыт сильным грибком вывел ее на быстрину и начал переправляться на тот берег, но только держась ниже по течению, чем его товарищи, подставляя себя под пули иракезов. Он знал, что соблазн завладеть его скальпом перевесит для них все другие соображения. Не спускайся ниже, Джаспер, скомандовал отважный проводник, рассекая воду долгими, сильными и ровными грибками. Держись курса и приставай к ольшаннику на том берегу. Береги сержантову дочку, а злодеев мингов предоставь нам со змеем. Джаспер помахал ему веслом в знак того, что понял команду, а между тем выстрел следовал за выстрелом, и все они метили одинокого грибца в ближайшие пироги. Ну что ж, разряжайте ружья, дурачье, просто чье, сказал следопыт, постоянное одиночество в лесу приучило его говорить с самим собой за отсутствием других собеседников. Изводите патроны, стреляя по неверной цели, а я тем временем буду шаг за шагом увеличивать расстояние между нами. Я не стану поносить вас подобно какому-нибудь деловару или магиканину, ведь моя натура – натура белого человека. А не индейца. Валится же в час битвы недостойно христианина. По себе самому я вправе сказать, что вы немногим лучше, чем горожане, стреляющие по воробьям у себя в саду. Вот это еще куда не шло, воскликнул он, встряхивая головой, когда пуля отхватила прядь волос у самого его виска. Но пуля, просвистевшая на дюйма цели, так же бесполезна, как та, что не вылетала и сдула. Браво, Джаспер! Надо спасти сержантову дочку хотя бы и сыною наших скальпов. В эту минуту следопыт, почти поравнявшийся с ирокезами, находился на середине реки, тогда как вторая пирога, управляемая мускульными руками Кэпа и Джаспера, приближалась к берегу в указанном месте. На сей раз старый моряк оказался на должной высоте, он был в родной стихии, нежно любил племянницу, да и о себе не забывал, а кроме того, не раз бывал в огне, хотя и в другого рода сражениях. Несколько сильных ударов весла и лодка скользнула в чащу кустарника. Джаспер помог Мейбл сойти на берег и на какую-то минуту все три беглеца почувствовали себя в безопасности. Не то следопыт. Своим отважным решением он подверг себя величайшему риску, а тут, в завершение беды, когда его сносило течением под пули ирокезов, к последним, спустившись с откоса, присоединились их товарищи, шедшие по берегу. А суига в этом месте достигает кабельтовой ширины, и лодка, плывшая посредине реки, находилась в сотне ярдов от стрелявших, то есть в расстоянии точного прицела. В этом отчаянном положении только исключительное присутствие духа и замечательная сноровка выручили следопыта. Он знал, что лишь неустанное движение может его спасти. Редкий индейец, стреляя по неподвижной мишени, промахнулся бы на таком расстоянии, но и не всякое движение было спасительным. Опытные охотники за оленями индейцы умели, конечно, менять линию прицела по прямой в соответствии с маневрами убегающего зверя. И следопыту приходилось двигаться зигзагами, то дрейфуя по течению, со скоростью пущенной из лука стрелы, то резко меняя курс и правя к берегу. По счастью для него, пирокезы не могли перезаряжать свои ружья, стоя в воде, а тем, кто остался на берегу, уставник мешал следить за движениями пироги. И, умело пользуясь этими преимуществами, и маневрируя под огнем, следопыт быстро продвигался вниз по реке и по направлению к противоположному берегу. Но тут внезапно, или не совсем неожиданно, появилось новое препятствие в виде отряда, оставленного иракезами в засаде для наблюдения за рекой. Это были те самые дикари, о которых упоминали их товарищи в приведенном высшей диалоге. Человек десять числом, искушенные в своем кровавом ремесле, они расположились у того места, где река, протекая по мелкому каменистому дну, образует пороги, или по местному названию Броды. Следопыт видел, что если спуститься к Бродам, его неминуемость несет на иракезов, так как бороться с течением здесь было невозможно, а кроме того, дорогу преграждали скалы, на этом пути смерть или плен были бы неминуемой развязкой. И так, оставалось одно, добраться до западного берега, так как все неприятельские отряды были сосредоточены на восточном. Но это был подвиг, превосходивший человеческие силы. К тому же борьба с течением грозила настолько задержать движение пироги, что индейцы имели бы дело не с движущейся, а с неподвижной мишенью. В эту ответственную минуту следопыт, недолго раздумывая, принял решение и со свойственной ему энергией стал тут же приводить его в действие. Вместо того, чтобы спуститься по протоке, он направил пирогу к отмеле, а там, схватив ружье и котомку, спустился вброд и давая перепрыгивать с камня на камень, пробираясь к западному берегу. Между тем, стремительное течение подхватило пирогу, то швыряя ее на скользкие камни, то погружая в воду, то вынося на поверхность, пока не прибило к берегу в нескольких ярдах от места, где засели иракезы. Однако следопыт не ушел от опасности, и если в первые минуты восхищения его смелостью и находчивостью, которые так ценятся у индейцев, ввергло его врагов в оцепенение, то жажда мести и стремление обрести драгоценный трофей вскоре вернули их в действительности. Выстрел гремел за выстрелом, смешиваясь с грохотом воды, пули свистели над его головой, а он неуклонно шел вперед, и если его грубая одежда пограничника была кое-где задета, то сам он не получил ни единой царапины. Следопыту местами приходилось идти по глубокой воде, достигавшей ему чуть ли не до подмышек. Он держал ружье и котомку с амуницией высоко над ревущей водой, и это так его утомило, что он обрадовался, набредя на большой камень, или вернее на невысокую скалу, выдававшуюся над водой таким образом, что верхушка ее оставалась сухой. На этот-то камень, став за ним, как за временным укрытием, он и положил свою пороховницу. Западный берег был всего лишь в пятидесяти футах, но взглянув на тихую, быструю и сумрачную воду, поблескивавшую меж камней, следопыт понял, что добраться туда сможет только вплавь. Индейцы на короткое время прекратили стрельбу. Они столпились вокруг пироги и, найдя в ней весла, готовились переправиться через реку. Следопыт окликнул чей-то голос из ближайших кустов на западном берегу. Чего тебе, Джаспер? Не удавай с тобой, друзья. Ни единому Мингу не удастся безнаказанно переправиться через реку. Но не лучше ли тебе оставить и ружье на том камне, и скорее плыть к нам, прежде чем эти негодяи обойдутся... Прежде чем эти негодяи отойдут от берега. Настоящий лесовик не расстается с ружьем, покуда у него есть порох в пороховнице и пуля в подсумке. Сегодня не пресная вода, еще ни разу не пришлось взвести курок, а я не хочу расставаться с этими гадами, так и не подарив им ничего на память. Немного сырости не повредит моим ногам. Я вижу среди этих мерзавцев разящую стрелу и не прочь отослать ему честно заработанную плату. Надеюсь, Джаспер, у тебя хватило догадки не приводить сюда сержантову дочку, ведь здесь пули так и рыщут. Она в безопасности, по крайней мере сейчас. Конечно, все зависит от того, сумеем ли мы удержать Мингов на расстоянии. Теперь они знают, что нас немного, и если переправиться сюда, то кое-кто из своих людей, кое-кого из своих людей оставят на том берегу. Все, что касается лодок, это по твоей части, мой мальчик. Хоть дай мне весло, и я готов поспорить с любым Мингом, когда-либо охотившимся на лосе. Если они переправятся ниже бродов, и почему бы нам не переправиться выше? Не сыграть в третий лишний с этой волчьей сворой. Так я же говорю тебе, что часть их людей останется на том берегу. И потом, следопыт, неужто ты подставишь Мейбл под иракезские пули? Сержантову дочку нужно спасти, сказал следопыт со спокойной твердостью. Ей, бедняжке, ни к чему становиться под пули иракезов, рисковать своим красивым личиком и нежным телом. У нее не наше с тобой призвание. Так что же нам делать? Хорошо бы задержать их хотя бы на часа два, если возможно. А там попытаем счастье в темноте. Это было бы неплохо, следопыт. Но разве у нас достанет сил? С нами Господь, мой мальчик, с нами Господь. Неужто проведение отвернется от такого невинного создания, как сержантова дочка? Да еще в такую трудную минуту. Между водопадом и гарнизоном, сколько мне известно, нет ни одной лодки, кроме этих двух пирог. И мне думается, ни один краснокожий не посмеет переправиться сюда под дулами таких ружей, как твое и мое. Я не стану хвастать, Джаспер. Но на этой границе мало кто не знает, что оленебой бьет без промаха. О твоем искусстве следопытно слышен старый мал. Но чтобы перезарядить ружье, нужно время. Кроме того, ты не на земле за хитрым укрытием. Тебе придется работать без обычных удобств. Если бы к тебе попала наша лодка, разве ты не переправился бы на берег, сохранив ружье сухим? Спроси у орла, умеет ли он летать, ответил следопыт, посмеиваясь, как обычно, своим беззвучным смехом и оглядываясь на тот берег. Но сейчас вам нет смысла садиться в лодку под пулей. Я вижу, эти аспиды опять берутся за свое. Это можно сделать без всякого риска. Мастер Кэп отправился к нашей лодке. Он бросит в воду ветку, чтобы проверить течение. Оно идет в сторону твоего камня. Гляди. Вот ветка уже плывет. Если доплывет до тебя, подними руку, и за ней последует лодка. А не поймаешь лодку, неважно, ее подхватит протокой пониже и принесет к берегу. Никуда она от меня не уйдет. Джаспер еще не кончил говорить, как показалась плывущая ветка. Все усиливающееся течение влекло ее на следопыта, который схватил ее и помахал ею в воздухе, как было условлено. Кэп принял сигнал и тут же спустил на воду пирогу со всей осторожностью и всеми ухватками заправского моряка. Пирогу отнесло в том же направлении, что и ветку, и спустя минуту она была уже в руках у следопыта. «Честь тебе и слава, Джаспер», — сказал он, смеясь. «У тебя хватка настоящего жителя границы. Но твоя стихия — вода, а моя — лес. А теперь пусть мерзавцы Минги покажут, на что они гораздо. Это их последний шанс целиться в ничем не защищенного человека. Нет, нет, толкни лодку к берегу на перерез течения и бросайся в нее сам. Как только она отойдет, с живостью возразил Джаспер. «Не рискуй зря. Я предпочитаю стоять лицом к лицу с моими врагами, как и должном мужчине, особенно когда они сами подают мне пример», — с гордостью возразил следопыт. «Я не рожден краснокожим. Белому человеку больше подобает драться в открытую, чем из-за засады». «А как же Мейбл? Твоя правда, мой друг, твоя правда. Сержантову дочку надо выручить из беды. Я не мальчишка, чтобы рисковать понапрасну. Так значит, ты думаешь, что лодку снесет прямо на тебя? Вот именно. Но толкни ее хорошенько». Следопыт сделал все, что требовалось. Пирога легко прошла разделявшие друзей расстояния. И Джаспер схватил ее, как только она подошла к берегу. Вытащить ее на отмель и залечь укрытие было делом одной минуты. После чего друзья обменялись крепким рукопожатием, словно встретились после долгой разлуки. А теперь, Джаспер, посмотрим, решится ли кто из мингов пересечь реку под дулом оленебоя. «Тебе-то сподручнее орудовать веслом, грибком и парусом, нежели карабином. Но у тебя отважное сердце и верная рука. А это как раз то, что надобно в бою». «Сэм Мейбл я голову положу», — спокойно сказал Джаспер. «Да-да, сержантову дочку надо спасти». «Ты мне по сердцу, мой мальчик, и сам по себе. Но особенно я ценю в тебе, что ты думаешь об этой хрупкой тростиночке в минуту, когда от тебя требуется все твое мужество. Глянь-ка, Джаспер, трое этих негодяев и в самом деле садятся в лодку. Должно быть, думают, что мы удрали. Вряд ли у них хватило бы храбрости под самым дулом оленебоя». «И верно, ирокезы, видимо, готовились переправиться через реку, решив, что их враги, которых нигде не было видно, обратились в бегство. Так, разумеется, и поступили бы на их месте другие белые люди, но у наших друзей на руках была Мейбл. И оба они были слишком искушены в лесной стратегии, чтобы не попытаться отстоять единственный более или менее верный шанс на ее спасение». Как и сказал следопыт, в пироге было три ирокезских воина. Двое на коленях держали ружья на готове, собираясь вот-вот выстрелить, а третий греб стоя на корме. Надо заметить, что прежде чем отважиться на переправу, ирокезы оттащили лодку выше по течению, в более спокойную воду, на подступах к порогам. С первого же взгляда было видно, что индейец, правивший пирогой, мастер своего дела, под широкими размеренными взмахами его весла, лодка так плавно скользила по кристальной глади воды, словно парила в воздухе. «Ну как стрелять?» – спросил Джаспер с нетерпением, ждавший битвы. «Спокойнее, спокойнее, мой мальчик. Ведь их всего трое. Если мастер Кэп умеет обращаться с пугачами, что у него за поясом, мы можем дать им причалить к берегу. По крайней мере, пирогу свою вернем. А Мейбл?» «Не бойся за срезантову дочку, ведь ты, говоришь, спрятал ее в дупле дерева за кустами ежевики. И если ты так хорошо скрыл ее след, как уверяешь, она может просидеть там хоть месяц, смеясь над Мингами. Как знать, плохо, что она так далеко от нас. Ничего тут нет плохого, пресная вода. Или ты хотел бы, чтобы над ее хорошенькой головкой свистели пули? Нет-нет, ей там лучше. Там она в безопасности. Как знать, мы тоже считали себя в безопасности, когда сидели за кустами. А чем это кончилось? Ну и что же из того? Негодяй Минг поплатится за свое любопытство. Эти тоже поплатятся. В эту самую минуту грянул выстрел, и индеец, стоявший на корме, высоко подпрыгнув, свалился в воду вместе с веслом. Легкий виток дыма поднялся над кустами на левом берегу и рассеялся в воздухе. «Это змей стреляет!» – воскликнул следопыт, торжествующий. Другого такого мужественного и преданного сердца не сыщешь даже среди деловаров. Жаль, конечно, что он вмешался, но ведь он не знал, чем мы тут дышим. Решившись кормчиво, лодка, подхваченная быстреной, понеслась прямо на пороге. Оба индейца, бессильные бороться с течением, дико озирались по сторонам. К счастью для Чингачгука, внимание ирокезов было привлечено к судьбе товарищей, попавших в беду, а иначе ему трудно было бы и, пожалуй, даже невозможно спастись от их мщения. Никто не двинулся с места, разве только, чтобы спрятаться за ближайшие кусты. Все взгляды были обращены на обоих индейцев. Понадобилось меньше времени, нежели требуется, чтобы рассказать об этих событиях. Как лодка уже швыряла и кружилась среди камней, между тем, как оба дикаря легли ничком, единственное, что можно было сделать, чтобы сохранить равновесие. Но и это не помогло. Ударившись на скалу, легкая суденышка перевернулась, и оба воина свалились в реку. Вода в бродах обычно неглубокая, за исключением проток, вырытых течением. И жизни их ничто не угрожало, но ружья свои они потеряли. И пришлось им кое-как, где в брод, а где в плавь, добираться до дружественного берега. Пирогу уже выбросило на скалу посреди реки, где она до поры до времени и застряла без всякой пользы, как для той, так и для другой стороны. А теперь следопыт дело за нами, сказал Джаспер, увидев, что оба ирокеза бредут по колено в воде. Я беру себе того, что выше по течению, а тебя я оставляю другого. Но юноша был, видимо, взволнован написанными происшествиями. Рука его дрогнула, и пуля, должно быть, пролетела мимо, так как оба ирокеза подняли руки и, выражая свое презрение, помахали ими в воздухе. Следопыт не стал стрелять. Нет-нет, пресная вода, сказал он. Я не проливаю крови попусту. Моя пуля не для властва, аккуратно обернута кожей и забита шомполом. А только на самый крайний случай. Я не люблю мингов, как оно и следует тому, кто долго жил с деловарами, их заклятыми, прирожденными врагами. Но я и никого из них, аспидов, не стану убивать, если не увижу ясно, что это необходимо для дела. Просто так, из-за зазорства, я и оленя не трону. Когда живешь в лесной глуши наедине с Господом Богом, чувствуешь, что это единственная правильная и справедливая мысль. Одного убитого индейца с нас пока хватит. Тем более, что оленью бою может еще представиться случай выручить змея. Ведь вот же не побоялся человек дать знать этим злодеям, что он тут у них под самым боком. Но так же верно, как то, что я неисправимый грешник, он один из них, пройдется по берегу в эту самую минуту, точно наш, грандиозный гарнизонный мальчишка, прячущийся за поваленное дерево, чтобы подстрелить белку. Острый взгляд Джаспера без труда заметил на другом берегу фигуру, на которую указывал следопыт. Один из молодых вражеских воинов, по-видимому, раздираемый желанием отличиться, потихоньку отделился от своих и приблизился к кустам, где укрылся Чингачгук. Обманутый, кажущимся безразличием неприятеля, а может быть и занятый какими-то своими приготовлениями, великий змей, очевидно, неосторожно высунулся и попался на глаза молодому воину. Это яствовало из того, что тот готовился выстрелить. Самого деловара с западного берега не было видно. Река в этом месте текла излученной. И восточный берег образовал такую широкую дугу, что хотя Чингачгук был недалеко от ирокезов, считая по прямой, его отделяло от них берегом несколько сот ярдов, да и от следопыта с Джаспером было до него примерно столько же, сколько от них до ирокезов. И если ширина реки в этом месте была бы без малого 200 ярдов, то такое же расстояние отделяло обоих наблюдателей от крадущегося ирокеза. Змей должно быть там, заметил следопыт, не отрывая глаз от юного воина. Но чем же он так занят, что позволяет гадену Шумингу пялиться на него? Ведь ясно, что малый замышляет убийство. Посмотри, прервал его Джаспер. А вот и труп убитого индейца, его прибило к скале, лежит голова запрокинута. Да, так оно и есть, мой мальчик, так оно и есть. Человек, что плавучее бревно, когда дыхание жизни от него отлетело. Этот ирокез больше никому не причинит зла. Ну вон тот гаденыш-дикарь охотится за скальпом моего самого верного испытанного друга. Следопыт так и не кончил. Подняв свое необычайно длинное ружье вровень с глазами, он точно и уверенно выстрелил, почти не прикладываясь. Ирокез на противоположном берегу как раз прицелился в свою жертву, когда его настиг роковой свинец, посланец о линии боя. Ружье дикаря выстрелило, но в воздух, а сам он свалился в кусты, по-видимому, раненый, если не убитый. Подлый гаденыш сам накликал на себя беду, сурово пробормотал следопыт, опустишь ружье и старательно его перезаряжая. Мы с Чингачгуком дружим с детских лет. Вместе воевали на Хориконе, Махоке, Антарио и на всей этой кровью политой земле между французами и нами. Неужто же дурак вообразил, что я позволю пристрелить моего лучшего друга в какой-то дредной засаде? Что ж, поквитались со змеем за его услугу. Негодяи встревожены следопыт и прячутся по своим укрытиям, увидев, что мы можем настиг их на том берегу. Пустяковый выстрел, Джаспер. На нем и говорить не стоит. Спроси в шестидесятом полку, там тебе скажут, на что способен ли не бой и как он себя показал. Когда пули градом сыпались у нас над головами, а этот выстрел выеденного яйца не стоит. Бездельник сам навлек его на себя. Глянь, что это, собака или олень плывет? Следопыт встрепенулся. Действительно, по реке, выше бродов, куда его сносило течение плыв, какой-то предмет неясних очертаний. Впрочем, при более внимательном взгляде обнаружилось, что это человек. По-видимому, индеец, но только в каком-то чудном головном уборе. Опасаясь подвоха или военной хитрости, оба приятеля удвоили внимание и глаз не сводили с пловца. Он что-то толкает перед собой, а голова, ну, в точности дрейфующий куст, сказал Джаспер. Все это их шаманские штучки, мой мальчик. Ну, пусть это тебя не смущает. Христианская честность восторжествует над их подколодной хитростью. По мере того, как пловец приближался, обе наблюдателя стали уже сомневаться в верности своего первого впечатления. И только когда он проплыл две трети разделявшего их расстояния, глаза у них наконец открылись. Да это же великий змей, честное слово, воскликнул следопыт, заливаясь счастливым смехом, восхищенный удавшейся хитростью своего друга. Привязал к голове целый сад, сверху пристроил праховницу, а ружье приторочил к бревну и гонит перед собой. Ах ты мой милый, каких только мы с ним не устраивали проказ под носом у проклятых мингов, жаждавших нашей крови, еще в окрестностях Тайя и на большой дороге. А вдруг это не змей, следопыт? Я не вижу на этом лице ни одной знакомой черточки. Сказал тоже, какие еще черточки. Нет-нет, мой мальчик, все дело в раскраске, а эти цвета ты увидишь только у деловара. Это его боевая раскраска Джаспер. Все равно, как на твоем судне, что на озере получится флаг с крестом святого Георгия. Это старый английский флаг, красный крест на белом поле. А у французишек развивается по ветру грязная салфетка с пятнами от рыбьих костей и жареной дичины. Вон и глаза, видать, мой милый, и это глаза нашего вождя. Но пресная вода, как не свирепо, горят они в бою и как не тускло мерцают, выглядывая из-за листьев. Тут следопыт легонько, но выразительно коснулся пальцем рукава собеседника. Не случалось видеть, как из неградом катились слезы. Верь мне, несмотря на красную кожу, у него есть душа и сердце. Хотя его душа и сердце устроены не так, как у белого человека. Всякий, кому знаком вождь, никогда в этом не сомневался. Но я-то знаю, возразил следопыт с гордостью, ведь мы с ним делили горе и радость, как бы тяжко не карала его судьба. Он никогда не терял мужество и знал, этакий проказник и бедокур, что женщины его племени любят веселую шутку. Ну что это я разливаюсь соловьем, словно городская кумушка перед соседками. У змея острый слух, не то чтобы он на меня рассердился. Змею известно, как я его люблю и всегда хвалю за спиной. Но душа у деловара стыдливая, и только насаженный на кол он сквернословит, как последний грешник. Тут змей доплыл до берега, как раз к тому месту, где сидели оба его дружка. Видно, он еще на том берегу углядел их, выйдя из воды. Он только встряхнулся, как собака, и издал свое обычное ух.